За два года ремонтно-реставрационных работ Ульяновский областной художественный музей заметно преобразился. Правда, для ульяновцев пока доступны только три зала и балюстрада. Новая экспозиция построена не в историко-хронологическом порядке. В её основу легли симбирские частные коллекции. Напомним, основу музея составляет коллекция, которую собирала симбирская учёная архивная комиссия. После ремонта балюстраду заняли и работы западноевропейского искусства XVIII-XVIII веков. Здесь же находится немецкая живопись. Два зала отданы под работы русских живописцев. Одно из центральных мест занимает парадный портрет Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого. Два года назад начался первый этап реставрации. В первую очередь нужно было отреставрировать кровлю. И действительно эти работы были сделаны очень хорошо, потому что мы отреставрировали, полностью почистили крышу. Теперь видно замысел архитектора Августа Савшаде. Как сказал заместитель директора, музей ждёт много новых изменений. Я думаю, что нас ждёт ещё один этап реставрации, уже полноценный. Но мы решили открыться для посетителей, потому что вопрос этот не быстрый, а наши зрители соскучились. Музей сразу порадовал новой выставкой – биография Ульяновского художественного музея «Начало», на которой можно увидеть шедевры искусства. Все эти предметы, предметы старины, документы редкие, так же, как и произведения искусства, поступали от местных помещиков, дворян, представителей других, естественно, классов, как пожертвования. Это были дары. И вот эти дары сформировали начало нашей коллекции. Картина неизвестного немецкого художника Перам Эфизба, собственно, начала музейную историю. Она была подарена помощником ревизора Симбирской контрольной палаты в декабре 1895 года. А портреты Петра I и его супруги Екатерины I поступили в 1896 году из собрания Павла Анненкова, литератора одного из первых биографов Пушкина. Портреты выполнены неизвестным художником по образцам французского живописца Натье. Важнейшее место в собрании музея занимает портрет Николая Карамзина, который был написан в 1805 году. Историограф подарил его своему брату Василию Карамзину. Несколько работ выставки из Императорской академии художеств пополнили музейную коллекцию в 1914-1915 годах. Среди них картина «Заговор» художника Бакулина, которая заняла центральное место экспозиции. Кроме того, мы показываем здесь еще и вещи, которые поступили из частных коллекций в 1920-е годы, когда, собственно, шло тоже активное пополнение коллекции музея, связанное с тем, что дворянские усадьбы были национализированы. Так же, как национализированы были и те сокровища, которые там хранились. Таким образом, у нас в 1918 году поступили вещи из собрания Поливанова, из собрания Перси Френч. На выставке представлены две уникальные скульптуры 17 века эпохи барокко из изъятой коллекции Перси Френч. В этот же период поступило в музей около 600 вещей от писателя-коллекционера Александра Жиркевича, проданных им за мизерную стоимость, чтобы купить билет до Вильны. Среди них оказался его портрет, выполненный выдающимся русским художником Ильёй Репиным. Впервые посетители смогут увидеть и бюст поэта Александра Пушкина из коллекции Поливанова, подаренный музею в начале прошлого века. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Улл. Правда. ТВ.